Еще одно здание в таком псевдо-античном стиле. Тут, наверное, торговый офисный центр какой-то. А напротив какое-то советское здание. И сейчас, по-моему, что-то связанное с коммунистами тоже. Вновь проспект Рудаки. Здесь немало советских домов красивых сохранилось. Вот в таком доме располагается комитет по развитию туризма Республики Тураджикистан. Те люди, которые занимаются развитием туристической отрасли. Который потенциал просто обалденен. Так, ну а дальше какое-то правительственное здание за решеткой. Солдаты на меня косо смотрят. Снимать, наверное, не нужно. Это что у нас? Школа такая необычная. Похоже, школа или гимназия. Дальше опять псевдоклассика. А вот напротив интересный дом со скульптурами, с барельефами советскими еще. Вот напротив нас, на другой стороне улицы. Здесь, по-моему, какие-то писатели. По-моему, вот справа горький. Но, может, я и ошибаюсь. Переходить некогда. Несмотря на некую аляповатость такую, эти здания все равно впечатляют. Хотя бы своими размерами. Вышел я к Национальному музею. А иду я дальше в сторону автовокзала. Нужно мне поузнавать, в какие стороны здесь ходят автобусы. Город, где слышна песня соловья. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пройду через парк молодежный, посмотрю, как здесь все обустроено. По-моему, красиво. Сейчас ранний час, и, в общем-то, посетителей здесь немного. Вот я, да Волк с Зайцем, да еще пара человек и люди, отвечающие за порядок. Ну, вот я вижу, что здесь очень чисто. Вот стоит мазоцикл дворника. Посреди парка великолепное озеро, на котором тоже можно взять на прокат катамаран, лодочки и покататься вечерком после работы. Или выходной день. К вечеру здесь будет много народу, я думаю. По трансляции звучит такая патриотическая музыка. Ну, видимо, это в стиле здешней политики и здешнего понимания того, что должно звучать в парках. Мимо ряда красивых, но шумных фонтанов я прохожу розовой аллеей к очень красивому такому зданию. Тоже с элементами классики в оформлении. Вот колонны у него, а купола чисто восточные. Называется это здание Кофья-Наврус. А что здесь находится, я не понял. Какие-то клубы, ресторан, что ли. В общем-то, не понял я, что здесь находится. Но такое папастное. Здесь, видимо, проводятся всякие торжества. По-восточному очень роскошное здание. Ну, подойти к нему можно прямо вплитык, значит ничего правительственного. Здесь еще предполагается фонтан, но сейчас он не включен. А здание очень такое впечатлительное. Две беседки вот эти. Там есть возле потолка портреты каких-то людей, почитаемых, по всей видимости. Отсюда не видно, кто это. Поднимусь в одну из этих ротон, что ли, как правило, назвать. И рассмотрю подробно роспись на потолке. А оно здесь, великие деятели Таджикистана. Вот Худжанди я вижу. Не всех я знаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это такой комплексный культурный центр. Здесь кинотеатр, несколько разных залов, дворцов. Здесь проводятся многие мероприятия. Это, как я понимаю, отель какой-то. Современное стеклянное здание. Вот рыбак здесь есть. Рыбка плечется. Вот можно ее видеть в воде. Не знаю, камера, наверное, не видит, а я вижу. Рыбка здесь есть. Паттаны. Вот какое-то странное сооружение. Если я подойду к нему спереди, может быть, узнаю, что это такое за бункер. Да, какое-то совершенно странное здание. Оно огромное. Состоит из нескольких корпусов. По всей видимости, сейчас здесь ничего нет. По-моему, оно замороженное стоит. Похоже на какую-то атомную электростанцию и на, не знаю, дом культуры советский такой, вычурный. И, может быть, на автовокзал и на музей. Сейчас я вот с той стороны подойду, может быть, там открыто. Создается мне, что это какой-то музей. Хотя вид у него совсем не музейный. Бункер, да и только. Вот здесь у него фасадная часть. Здесь все благоустроено, красиво. Но сам он такой серый, неприглядный. Все-таки это какой-то концертный зал, похоже. В общем, так-то я и не понял, что это такое. Здание выглядит таким безжизненным. Даже, я бы сказал, мертвым. А, знатоки, да что же здесь такое? Подскажите, пожалуйста, в комментариях, что находится в этом странном здании. Вот строят какое-то огромное здание. Может быть, что-нибудь медицинское. Потому что впереди памятник Ибн-Сина. Такое современное здание автовокзала. Построено не так давно, по-моему, году в 11-м или 12-м. Сейчас не точно не помню. Во дворе фонтанчик небольшой и интересные скульптуры. Вновь проспект Ибн-Сина. И в этом месте его пересекает Большой Гесарский канал. Ничего так речечка. Новые дома по правую и по левую сторону. Проспект Ибн-Сина почти уже полностью перестроены. Хотя, то тут, то там выглядывают артефакты советской поры. Я уже отмечал, что железная дорога в Душанбе проходит прямо по городу. Ничем она не огорожена. Но, впрочем, движение на ней не такое уж и интенсивное. Трамваи гораздо чаще в городах ездят, чем здесь поезда. Поэтому, может быть, и большой опасности она не представляет. Вот, что не устает меня радовать в Душанбе. Вот улица Абдулло-Голумова. В общем-то, улица такая не центральная. И дома здесь не блесят архитектурным изяществом. Ну, какие чудесные древья. Какую дают они замечательную тень. Здесь жители тоже, кто во что гораз, делают пристройки. А к своим балконам, к своим квартирам. Или вот так вот загораживают небольшие участки возле первых этажей. Но здесь вот разбит практически сад. С яблоками и другими фруктами. Груша растет. Проспект Ширози или Ширози, не знаю, как правильно. Это улица, на которой я еще не был. Хотя вот там я вижу вдалеке цирк, возле которого я как раз и был. Но вот по этому участку еще не ходил. Сейчас прогуляюсь. Весь Душанбе перекопан. Здесь вот тоже ремонт идет. В общем-то, на этой улице ничего интересного не снял. Нет никаких таких выдающихся домов. И перехожу на другую улицу. Сейчас найду где-нибудь табличку. Прочитаю, что это за улица. Ну, уже понятно, что на подобном другим улицам Душанбе очень зелено. Здесь высокие деревья. Прекрасно создают тень от жары. Какая-то музыка звучит, какое-то мероприятие. Уже понемногу начинают отмечать День независимости походу. Дошел до здания с надписью «Филармония». Здание по всей видимости конца 80-х годов. И она образует чудный ансамбль вот этой тоже поздней советской башни. А напротив – прокуратура. Вот еще один образец великолепного такого советского стрит-арта мозаичного. Социализм. Девушка и два мужчины. Что бы это означало? У девушки в руках хлопковая вельчь. А мужчина, наверное, рабочий. Ну, вот здесь вот музыкант представлен на этой мозаике. И, видимо, инженер какой-нибудь. Все здесь есть. Следом еще одна. Здесь тоже какое-то хлопководство или растениеводство. Вот АК и Пионер. Все следят за тем, какой будет урожай, наверное. Очень красивые мозаики. Советская мозаика, советские киоски и советский автопром здесь тоже еще сохранился. Вот так по моему цепатичному виду. Красавица машинка. До Сан-Бэй иной раз. Так это немножко прикалываешься контрастом. В каком-нибудь, блин, супермаркете снимать по непонятным причинам нельзя. А вот стратегический объект, железнодорожный мост, через реку, по нему можно не только ходить, но и снимать хоть справа-налево, хоть слева-направо. Ни сути слова не скажет. Вот и я сейчас по нему прогуляюсь и даже поснимаю. И говорю, опять же, никто мне слова не скажет. Так, вот Душан-Бэй. Отсюда видно флаг. Герб. Ну и речка Душан-Бинка, которая сейчас неполноводна. Погуливаемся по мостику. Все, второй мост через железнодорожную, ой, через простую автомобильную дорогу. Аквапарк. Ну а я направляюсь к Исмаилитскому центру. Что это такое, я вкратце немножечко, чуть попозже расскажу. в стадион. Вот, на стадионе реклама матча, а рядом теннисный центр и президент с ракеткой. Если, конечно, я туда еще попаду, пока что вот прохожу мимо многочисленных решеток. Где вход? Где тут должен быть? Исмаилитский центр оказывается пускает к себе только по воскресеньям. Сейчас не воскресенье, поэтому я ни в него не попал, но я иду дальше к большой Душанбинской мечети, еще не застроенной, но обещающей быть самой большой в Азии. И по дороге снимаю красивые, интересные места. Вот зашел небольшой парк или сквер, молодой сад, молодой лесок здесь. Причем большая часть этого лесочка высаженного это березки. Вот они обычные березки. Со временем здесь будет очень зелено, тенисто и фонтанчик и какой-то, какой-то, какой-то вот такое здание интересное. Может кафе здесь или что-то в общем-то не очень важно. Просто пройду мимо и пойду дальше. Все тут розарии, цветут розы в изобильном большом количестве и вот такие беседки устроены, в которых можно в теньке посидеть, отдохнуть. А роз великое множество. Вот все дорожки усажены розами. Вот центральный вход в этот парк. Кто читает по-транжински легко прочитает, что здесь написано. Я, к сожалению, по-транжински не читаю, поэтому могу только показать на видео, что здесь находится без таких полномных комментариев. А здесь центральная аллея, раскрытая книга и в конце тоже беседочка на книге высказывания президента. Ну, а я хочу отметить, что здесь очень красивый ландшафтный дизайн со множеством цветов. Ай! И все аккуратно, полный порядок. Хотя парк еще не до конца доделан. Видно, что ведутся работы. а вот даже идет трансляция по-русски, что здесь находится в этом ботаническом саду. Это все-таки ботанический сад, по всей видимости. Сейчас послушаем, что рассказывает про музыкальные инструменты. Вот такая вот здесь можно сказать улица по краю парка, а за живой оградой идет река, но не Волга. Я же направлюсь в сторону мечети, минареды которые вот уже видны из деревьев. Со временем, когда деревья еще подрастут сильнее, разведливаются их кроны, здесь будет вообще райский сад просто. Сейчас здесь сейчас хорошо, через несколько лет будет просто замечательно. Субтитры Продолжение следует...